На мой канал невозможно подписаться, проверь, работает ли у тебя кнопка подписки. Офигеть, ребят, этот миф реально сработал, я не верю в это. И всем привет, друзья, с вами снова я, Халар. И в сегодняшнем видеоролике у нас новая проверка мифов, но не просто обычная проверка мифов, а именно проверка мифов от вас, то есть от подписчиков. В своём телеграм-канале я вас просил написать свои мифы, чтобы проверить их вот в этом своём видеоролике. И некоторые из вас, реально красавцы, написали там некоторые мифы, которые я в этом видеоролике и проверю. И ты мог также их написать, если бы был подписан на мой телеграм-канал, так что если ты этого еще не сделал, то переходи по ссылке в описании и подписывайся. Ну и про сам канал, естественно, тоже не забывай, ставь лайк, подписывайся и нажимай колокольчик, чтобы не пропускать еще больше годных видеороликов. Ну а мы приступаем к мифам. Но для начала, ребят, я хочу проверить мифы не прямо от подписчиков, потому что опять вышло обновление на Чикинган, наверное, вы это знаете. Ракете, сегодня прямо она вышла, и я хочу проверить некоторые вещи, которые, возможно, разработчики изменили, пофиксили или улучшили. Ну, в общем, сейчас мы с вами и проверим. Мне снова интересно долететь до Луны и посмотреть, что же будет. Давайте сейчас это снова сделаем. Так, смотрите, ребят, мы просто берем, как бы, да, я уже лечу на ракете, и вот она наша Луна, получается. Как говорит Чикинган, это какой-то сырный шарик, ну, в принципе, я согласен с ним, он реально на него похож. Он такой желтый, яркий, красивый, это да, это прикольно. И, в принципе, ребят, тут ничего не изменилось, здесь мы просто так же летим, получается, за эту Луну, за этой сырной шарикой ничего не меняется, просто так же эта Луна пропадает, и всё, и больше ничего не происходит. Ну, то есть здесь разработчики всё оставили как есть. Так, и сразу быстренько проверяем второй миф, а этот миф заключится в том, что в прошлом обновлении багнутом, тоже, конечно же, я думаю, это тоже багнутые обновления, Cartoon Cat в прошлом обновлении, когда спавнился, он просто застревал на месте и ничего не мог сделать. И сейчас мне интересно проверить, что же будет, пофиксили ли этот баг или нет. Смотрите, мы, получается, заходим сюда, и всё, мы заспавнили Cartoon Cat, и он должен, получается, вот откуда-то прийти, но я даже не знаю. Он, по факту, должен уже за нами гнаться, но что-то я... А, вот он, смотрите, да, баг действительно, ребят, пофиксили, Cartoon Cat, вот он за нами идёт, давайте его убьём. Как по мне, разработчики опять допустили какую-то ошибку, и пули просто сквозь Cartoon Cat проходят, но некоторые нет, ну а некоторые реально да. И первый миф от подписчиков у нас на карте Биг Хаус, здесь есть какая-то новая нычка в окне, и мы сможем туда попасть, если мы станем мелкими. И действительно, тут есть какая-то реально нычка, вот, посмотрите, как когда снова обновили карту Биг Хаус, вернули, получается, все вот эти дырки, просто посмотрите, если мы станем мелкими, то мы сможем в неё пройти. И, смотрите, просто берём, проходим, и мы реально оказываемся где-то под картой, это вообще реально непонятно где. Так можно, конечно, её мерить, но если мы вот так вот вылетим, то мы снова вернёмся вот так вот под землю перед самим домом. Следующий миф тоже очень сильно поражает его, и там говорится, что под картой Биг Хаус есть какой-то второй пол, как бы, что вообще? Ну давайте всё же, конечно же, так же проверять, давайте мы сейчас спустимся в подвал, и как бы просто сейчас создадим порталы, и посмотрим, что же будет. Давайте где-то примерно вот здесь вот, ну можно даже пониже, но чтобы так, чтобы картон Кэт нас не достал. И вот я поставил портал, и сейчас я этот портал просто вот так вот загоняю, получается, под пол, и входим. И смотрите, и нет, к сожалению, этот миф не рабочий, и никакого второго пола я тут не вижу, так что если вы войдёте в портал, то вы просто умрёте. И следующий миф на новой карте, на вот этой вот гоночной РВП Трак 3 вроде. И тут говорится, что если мы полетим к солнцу, то возможно мы найдём какое-то новое крутое секретное оружие. Я, честно говоря, в это не верю, но давайте прямо сейчас же с вами это и проверим. Просто смотрите, берём ракету, садимся и летим к этому солнцу. Ребят, я уже лечу достаточно-таки долго, и так ничего я не нашёл. Видимо, я думаю, данный миф всё же не рабочий, потому что смотрите, как долго я уже прилетел, уже вон карту почти не видно, и так ничего я и не добился, и не получил, к сожалению. Так что считаю данный миф, скорее всего, не рабочим. Ну, на всякий случай, давайте ещё посмотрим в оружиях. Вот, смотрите, я сейчас зашёл, и давайте полистаем и посмотрим, что тут, возможно, изменилось. Так, смотрите, ребят, я листаю, и, к сожалению, что-то я ничего не наблюдаю. Да, и всё же никакого оружия нам, к сожалению, не дали, и этот миф реально не рабочий. Смотри обязательно вот этот видеоролик, я уже начал его смотреть, и тебе тоже советую, потому что он очень годный и 100% тебе понравится. Ну и про лайк с подпиской, конечно же, и с колокольчиком, не забывай, всё это тоже очень важно. И не прощаемся с вами надолго, друзья, с вами был я, Халар, до скорой встречи, всем пока, ребят.